Всем привет! Меня зовут Михаил, рад видеть вас на канале iZender Today. С момента, когда я выпустил видео с распаковкой ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air 13, прошло уже несколько месяцев. Однако, несмотря на то, что Xiaomi с тех пор успели выпустить несколько новых модификаций с более свежим железом, самая первая версия по-прежнему остаётся в продаже и является самым доступным вариантом из 13-дюймовых ноутбуков Xiaomi. В общем, я наконец собрался и готов рассказать как о самом ноутбуке, так и о своих впечатлениях о нём, которых за то время, которое я пользуюсь им в качестве своей основной машины, скопилось довольно-таки немало. Перед тем, как начнём, напомню, что проверить цены на Xiaomi Mi Notebook 13 в ближайшем магазине вы можете по ссылке в описании. Но если решите заказывать ноутбук из Китая, то не забудьте воспользоваться кэшбэк-сервисом, ссылка на него находится там же. Теперь приступаем. Несмотря на слово Air в названии, ноутбук от Xiaomi в своей 13-дюймовой модификации мало похож на MacBook с аналогичной приставкой. Если проводить параллели, то он имеет больше общего с Pro-версией ноутбуков от Apple. Хорошо это или плохо, решайте сами. Корпус Mi Notebook Air в лучших традициях изготовлен из алюминиевого сплава. Он приятен на ощупь и вполне долговечен, по крайней мере в моём случае за всё время, что я им пользуюсь, никаких царапин и других повреждений не появилось. А вот отпечатки собирает довольно хорошо, даже несмотря на матовую поверхность. Если посмотреть на верхнюю крышку, то становится заметно, что Xiaomi отказались от размещения там своего логотипа в каком бы то ни было виде. Сплошная алюминиевая поверхность. Кому-то, наверное, покажется безликим, но вообще решение оригинальное. Снизу элементов побольше, но смотреть-то уже особо не на что. Небольшая решётка для вентиляции корпуса, ещё две поддинамики, наклейка с логотипами, да, несколько резиновых ножек. Крышка, к слову, снимается, под ней можно найти дополнительный слот для установки ещё одного SSD диска. Толщина корпуса не очень большая, но и не минимальная, сказывается необходимость вместить относительно мощную начинку с дискретным видеоускорителем и соответствующий ей аккумулятор. В рабочем состоянии с открытой крышкой Xiaomi Mi Notebook Air не теряет своей визуальной простоты, но смотрится более выразительно. Здесь уже появляется логотип производителя, но можно не опасаться. Сделан аккуратно и лишнего внимания не привлекает. Клавиатура выполнена в одном цвете с остальным корпусом. Признаюсь, после MacBook Air, у которого клавиши были чёрные и явно выделялись на фоне серебристого корпуса, сначала такой подход понравился мне не очень, но потом привык и такое решение даже стало казаться симпатичным. Очень приятно смотрится дисплей благодаря минимальным ранкам. После того же MacBook Air и вовсе был эстетический восторг. Дисплей крепится к базе одним большим шарниром, который занимает практически всю ширину устройства. Работает хорошо, усилие необходимое для открытия крышки оптимальное. Её можно открыть одной рукой, при этом подставка не отрывается от пола. Но и хлипкости нет, при печати экран не гуляет. Одной из главных бед ультрабуков является ограниченное количество периферийных разъёмов. Отчасти из-за ограничения обусловленных размерами, отчасти из-за тараканов в головах маркетологов. У Mi Notebook Air 13 с этим всё более-менее неплохо. С каждой стороны находится по одному USB разъёму третьего поколения. Слева также поместился полноразмерный HDMI и 3,5-мм аудиоджек. Справа USB Type-C. Он предназначен для зарядки, но может использоваться и для подключения монитора. Единственным моментом, который я бы отнёс к минусам, стало очень близкое расположение разъёмов на левой стороне. Подключить одновременно HDMI кабель и какой-нибудь провод с широким USB штекером не получится. Возможно, не самый критичный недостаток, но порой доставляет неудобства. Клавиатура, как уже говорил, выкрашена в цвет корпуса. Сразу уточню, что так как ноутбук не предназначается для официальных поставок в Россию, русская раскладка на клавишах не нанесена. Решить проблему можно просто. Лазерная гравировка, судя по ценам, которые я нашёл в интернете, обойдётся порядка 2000 рублей. Если же вы умеете печатать вслепую, то можно и вовсе оставить всё как есть. Набирать текст на клавиатуре приятно, ход клавиш не очень короткий, в самый раз, чтобы нажатия нормально ощущались тактильно. При этом нажатия довольно тихие. Одним словом, мне нравится. Кстати, есть и подсветка. А вот от тачпада я в настоящем восторге. Опять же, когда менял макбук на Xiaomi, я опасался, что после первого тачпад китайца будет казаться неудобным. Не тут-то было. Работает просто замечательно. Он точный, удобный, распознаёт несколько касаний и различные жесты. Если для вас важен качественный тачпад, то можете смело заказывать Mi Notebook Air. В ноутбуке используется IPS-матрица на 13,3 дюйма с Full HD разрешением. Качественные картинки на хорошем уровне. К недостаткам можно отнести небольшие засветы по краям экрана, но лично меня они не раздражают. Возможно, потому что я редко смотрю на нём тёмные картинки. В остальном всё на приличном уровне. Углы обзора, цветопередача, возможно, не лучшие в своём классе, но и придраться особо не к чему. Разрешения для такой диагонали достаточно, более чем. С обычного рабочего расстояния в 40-50 см изображение выглядит чётко, без намёка на размытость или пикселизацию. Правда, есть один момент. По умолчанию Windows включает режим масштабирования изображения. При этом в десятке с этим есть определённые проблемы и некоторые программы могут огорчать мутными шрифтами. Если неохота заморачиваться со сторонними программами, которые это исправляют, то можно просто отключить масштабирование. И, к слову, если это кому-то интересно, то экран здесь не сенсорный. Добрались до самого интересного – начинки и производительности. У меня первое поколение Mi Notebook Air, у которого под капотом работает связка из двухъядерного Core 5600U, 8 гигабайт оперативной памяти и видеоадаптера GeForce 940MX. Детальные характеристики комплектующих вы сейчас видите у себя на экранах. От себя скажу, что начинка не топовая, тем более на сегодняшний день, когда уже начинают постепенно появляться модели с восьмым поколением Intel Core и мобильными версиями AMD Ryzen. Тем не менее, с большей частью повседневных задач Mi Notebook Air справляется без проблем, при желании можно даже поиграть. Правда, тут есть две оговорки. Первое – лучше делать это не на встроенной клавиатуре. Она удобна для набора текста, но для игр слишком мала и не очень комфортна. Второе – в современных играх настройки придётся в большинстве случаев убавить до средней минимальных. Для наглядности прогнал на нём пару бенчмарков. Из игр я на нём запускаю изредка только World of Tanks. С теми настройками графики, которые вы видите сейчас на экранах, можно играть с комфортным количеством кадров в секунду. На этом ноутбуке я также сейчас монтирую основную часть видео для этого канала. Для ролика в Full HD его производительности вполне достаточно. В 4К тоже можно, и я это делаю, но при большом количестве эффектов начинаются подтормаживания. Поэтому, если присматриваете машину для подобных целей, то рекомендую поискать что-то помощнее. Сам сейчас присматриваюсь к Mi Notebook Pro от тех же Xiaomi. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель на 256 ГБ с интерфейсом M.2. Второй такой же разъём пустой, и туда можно поставить дополнительный накопитель. Или заменить на большее основное хранилище. В отличие от оперативной памяти, оба SSD легко доступны под съёмной нижней крышкой. К слову, об оперативке. Её, к сожалению, добавить или поменять не получится. Имеющиеся 8 ГБ набраны одним модулем и, соответственно, работают в одноканальном режиме. Аудиосистема представлена парой динамиков производства AKG. Учитывая размеры устройства, звучит Mi Notebook Air отлично. Громко, причём на максимальных значениях звук остаётся чистым, без искажений. Радует ли диапазон, даже низкие частоты динамики AKG передают очень неплохо. Хорошо обстоит дело и с автономностью. Правда, я 90% времени использую ноутбук как стационарный ПК, то есть он подключён к розетке. Но в поездках, в которых ему довелось побывать, например, во время ожидания в аэропорту, он не подвёл ни разу. Во время небольшого теста при проигрывании Full HD ролика на 50% яркости дисплея и с активным подключением Wi-Fi, Mi Notebook Air за час потерял 13% заряда. То есть, при необходимости, он сможет в таком режиме работать около 7,5 часов. Наверное, основной вопрос – это, стоит ли покупать эту модель сейчас. Моё мнение такое – если найдёте его дешевле, чем за 40 тысяч рублей, то можно брать. Если дороже, то уже лучше обратить внимание на более свежую модификацию 2017 года с процессором Intel 7-го поколения и видеокартой GeForce MX-150. В принципе, получите всё то же самое, но немного быстрее. Определённо не рекомендую этот ноутбук для геймеров. Хотя многие игры здесь запустятся и даже будут более-менее неплохо работать, но это всё-таки не игровая модель. Относительно того, стоит ли заказывать из Китая – тут решать только вам. Подводных камней я выделю два. Первый – это вероятность того, что посылку потеряют по дороге. От этого никто не застрахован, это известная лотерея и напрямую к ноутбуку, в принципе, отношения не имеет. Второй момент, который стоит учитывать – это то, что Windows из коробки идёт китайская, без возможности добавления дополнительных языков. Так что переустановка обязательно. Благо, Windows 10 после одного из обновлений активация привязывается к аккаунту. То есть, если вы авторизуетесь в китайской Windows и потом переустановите её на английскую или на русскую и зайдёте под своим же аккаунтом, то активация сохранится. Подробные инструкции легко можно найти в интернете, например, на том же форуме 4PDA. На этом у меня на сегодня всё. Пишите в комментариях, что думаете об обзорах ноутбуков у меня на канале, интересна ли вам вообще эта тема. Если интересно, то у меня на готове материалы по ещё парочке любопытных моделей. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить видео про них. Ну и, конечно, буду благодарен, если поддержите лайком этот обзор. Всем пока!